Всем привет, меня зовут Дарина и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду распаковывать несколько довольно неожиданных посылок, хотя почему не неожиданные, я сама же их и заказывала. Сегодня у нас будет комбо посылки с Алиэкспресс и посылка с Асос. Я не знаю, что там конкретно в этих посылках с Алика, но посылку с Асос я ждала целую вечность. Реально, время было беспощадно, но по крайней мере мне показалось, что оно тянулось. Я действительно очень сильно ее ждала, а все потому, что там особенная вещь. Давайте посмотрим, что там есть интересного. Обожаю распаковываться вместе с вами. Ну и прежде чем перейдем к посылке, не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, для того, чтобы не пропускать следующие ролики. Также рекомендую нажать на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, потому что в этом случае вам будут приходить уведомления каждый раз, когда на моем канале будет выходить новый ролик. Также хотела бы уточнить, что ссылки на все товары, которые я вам сегодня покажу, будут внизу в инфобоксе. Там же я укажу конкретные размеры на одежду, и дополнительно к этому еще внизу будут мои параметры, если вам эта информация необходима. Давайте начнем с посылок с Алиэкспресс, потому что они, конечно, не такие интересные, как Асос, а уже потом в конце перейдем к самому горяченькому. По-моему, здесь не одна посылка, а здесь несколько посылок в одной. Вау, это интересно. Здесь целая куча посылок, обалдеть, посмотрите, сколько всего. Ребят, это видео перестает быть таким томным. А-а-а! Божечки, но это не очень интересно. Это автомобильный ремень для собаки. Дело в том, что наша собака просто вихрем носится по машине, поэтому мы наконец-то получили этот автомобильный ремень для того, чтобы зафиксировать его четко на том месте, на котором он должен сидеть. Безусловно, собака, которая не пристегнута, это очень небезопасно, поэтому если у вас есть животное, но нет ни переноски, ни автомобильного ремня, велкам на Алик. Там это стоит недорого, но, поверьте, оно того стоит. Эта посылка тоже для собаки. Это специальная такая шлейка, которая надевается на грудь. С помощью нее и автомобильного ремня, который я показывала вам ранее, собака фиксируется в машине. Понятное дело, что собаку ни в коем случае в машине нельзя цеплять за шейник. Для того, чтобы ее фиксировать, нужна именно шлейка, которая в случае беды не задушит собаку и не сломает ей шею. Безопасность. Не очень, конечно, мы прям интересно начали, но не переживайте, дальше точно будет интересно. Так, здесь какая-то маленькая тряпочка для полировки чего-то. Я, кажется, знаю, это, по-моему, браслет. Да, это серебряный браслет, причем действительно серебряный, на нем должна стоять проба. Я ищу для себя какие-то недорогие серебряные браслеты и хочу просто их все вместе вот здесь на запястье носить, чтобы их было несколько штук, но, честно говоря, по цвету он отличается. Видите, он прям такой ярко-серебряный, я бы даже сказала, в такой белый какой-то отдает. У него неплохое качество, но, в принципе, не стоит ожидать от него очень многого, потому что он действительно стоил очень бюджетно, особенно учитывая, что это серебро. Хотя, конечно, сложно понять, серебро это или нет, потому что я не специалист, и просто так, посмотрев на изделие, вряд ли это определю. Но вот в процессе носки, я думаю, оно точно себя проявит. Кстати, вот видите, обратите внимание, я надела свой пандоровский браслет. Сколько лет он лежал, и у меня были даже мысли его продать, в итоге я его сейчас стала носить. Правда, сняла практически все шармы, потому что мне нравится именно сам браслет, потому что сам браслет довольно прикольный. Так, что у нас здесь? Здесь у нас чехол для телефона. Я всегда покупала оригинальные чехлы на iPhone, но в последнее время они все быстрее и быстрее приходят в негодность, потому что я стала постоянно, видимо, ранее телефон. В последний раз я смотрела, чехол стоил в районе 5 тысяч. И, честно говоря, учитывая, что я все ближе к тому, чтобы поменять телефон, мне не хочется столько денег тратить на чехол, который я в любом случае изуродую. Поэтому я решила заказать себе чехол с AliExpress. Особенно учитывая тот факт, что все вокруг меня говорят, что покупать оригинальный силиконовый чехол для iPhone это глупость несусветная, потому что на AliExpress они продаются по 200 рублей, и, мол, такие же по качеству. Ну, давайте проверим. Что касаемо самого чехла, у него очень приятная силиконовая поверхность. Он, в принципе, такой же по ощущениям, как и чехлы, которые я покупала в оригинальном магазине. Я вообще максимально против подделок, на самом деле, всегда, всегда против подделок выступаю. И если бы здесь не было яблока, я была бы даже больше рада, и мне кажется, что на фотографиях, кстати, на Алике там, по-моему, этих яблок не было. Переходим к следующей посылке. Боже, какая фигня! Мне даже не верится, что это я на YouTube показываю. На самом деле, Леша попросил купить, потому что он единственный человек в нашей семье, кто этим пользуется. Это, в общем, такой защитный коврик для глажки. Леша сказал, что он ему нужен, но я не могла отказать ему в таком капризе. Леха, радуйся, пошел твой коврик, будешь гладить теперь свои брюки с особенным удовольствием, я надеюсь. Ну что, теперь давайте перейдем к самому интересному, а именно к заказу Asos. Это платье я взяла в довесок, оно очень давно висело у меня в виш-листе, на него была какая-то скидка, ну и плюс мне нужны были товары на бесплатную доставку, подружек опрашивать было некогда, потому что платье для дня рождения я вылавливала, и мне нужно было срочно его заказать, поэтому я докидывала уже то, что было в моем виш-листе. Честно говоря, расцветка его меня смущает, поэтому, боюсь, придется возвращать его обратно. Я покажу вам фотографии сайта, и вы увидите, что там цвет этого платья абсолютно другой. Более того, сейчас на естественном цвету и то, что я вижу в камере, абсолютно по-другому передается. Он в жизни, на самом деле, гораздо более яркий, более такой зеленый. Конечно, это, ну, прям совсем не то, что я хотела. Безусловно, я не ставлю совсем на нем крест, надо его померить, потому что, мало ли, это будет хорошо смотреться, но, к сожалению, большая вероятность, что оно отправится обратно. Это платье от бренда Glamorous. Я ничего вообще про этот бренд не знаю, по-моему, ничего у них не заказывала. Качество, в принципе, приятное. Это полиэстер, но он такой плотный, тяжелый. Внутри есть подкладка, тоже говорит о качестве изделия очень часто. У него такие длинные рукава. Сразу хочу показать вам быструю примерочку. Ну, честно говоря, это довольно печально, потому что оно мне мало. Оно на спине очень просто супер плотно сидит. Его можно было бы оставить, как, естественно, там, летнее платье, которое ты носишь где-то на курорте. Но из-за того, что оно такое тугое, я, конечно, еще, скорее всего, похудею к лету. Но пока как-то мне некомфортно. Это, конечно, не то, что мне хотелось. Ну, и цвет, ребят. Я не знаю, как передать вам цвет, но он здесь на камере куда более благородный, нежели он выглядит в жизни. В жизни он такой более зеленый. И я такой цвет не люблю. Оно еще как-то так приятно пахнет, и оттого еще обиднее, потому что я рассчитывала на совсем другой цвет платья. Вот даже тот, который отображается сейчас у вас, как он передается, этот цвет, с помощью айфона, тоже ничего. Но то, что я вижу в жизни, это печалька. Также я заказала еще какую-то бижутерию на Asos, судя по коробочке. Но, честно говоря, я абсолютно не помню, что там было. Здесь на пакетике написано, кстати, что если вы вскроете его, то в таком случае они не смогут принять обратно эту бижутерию. Поэтому хорошенько подумайте, постарайтесь разглядеть через пакет, устраивает ли вас качество товара. И если устраивает, то в этом случае открывайте, тогда примеряйте. А если нет, если вы уже так видите, что какая-то ерунда, то даже не распаковывайте, отправляйте сразу обратно. Но я не думаю, что у меня будут какие-то проблемы с обычными золотыми кольцами, поэтому давайте откроем. Они, естественно, не выполнены там из серебра или уж тем более из золота. Это просто обычная бижутерия. И мне очень нравится цвет этих сережек. Они золотые, но при этом они не безумно золотые, не слепящие такие желтые. У меня на самом деле давно не было таких сережек. Я их раньше носила просто постоянно. И вообще кольца я обожала, и они хорошо всегда смотрелись. Я покажу вам на примерке их, когда обработаю их, потому что пока я не хочу, конечно, их примерять. Но я не думаю, что у меня будут с ними какие-то проблемы, потому что это такая классика. Ну и давайте перейдем к самому интересному, к платью, которое, я надеюсь, мне подойдет, и оно будет прекрасно сидеть. Так же прекрасно, как на модели, ну или хотя бы близко к тому. У меня на него очень большие надежды, потому что я, честно говоря, отчаялась уже искать какой-то наряд себе на юбилей. Так, ну что, сначала мы проведем с вами визуальный осмотр. Как вы понимаете, платье черное. Бренд Missguided. В принципе, вы знаете, у него довольно-таки неплохое качество. Единственный момент, оно может не подойти мне по размеру, потому что оно корсетное. Состав этого платья 95% полиэстер и 5% эластан. Очень, на самом деле, приятная ткань, как раз за счет того, что в составе есть эластан. Не могу сказать, что сильно тянется, но чуть-чуть, чуть-чуть есть такое ощущение. Ну что ж, давайте посмотрим на примерки, как это выглядит. Ну что могу сказать? Скорее всего, я буду возвращать это платье, потому что оно сидит не так, как мне бы хотелось. Тоже непонятная ситуация с размером. С одной стороны, здесь все сваливается, а в груди сидит плотно. Здесь прям облегает-облегает. Не знаю, что скажете. Какие ваши впечатления? Мне кажется, что оно просто не село на меня. И здесь довольно тугая резинка. И вот качество, видите, ткань. Ткань очень, кстати, приятная. Мне кажется, это немножко не на мою фигуру, потому что у меня нет ярко выраженной талии. Видите, у меня, в принципе, вот талия, вот бедра. И как бы у меня нет большого перепада. У меня узкие бедра, широкая талия. Это были все мои посылки на сегодня. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то, пожалуйста, поставьте пальчики вверх. Напишите какой-нибудь комментарий. Любая ваша активность помогает каналу развиваться. Спасибо вам большое за то, что вы продолжаете меня поддерживать. В ближайшее время насыпятся еще какие-то посылки. Но я думаю, что я покоплю их для того, чтобы сразу с копом их снять для вас. Напишите мне вообще, вы любите распаковки. Мне кажется, что это очень классный формат, потому что ты никогда не знаешь, что ты увидишь, какие у тебя будут ощущения. И мне кажется, что это прям самая такая живая и яркая рубрика, очень эмоциональная. Надеюсь, вы тоже получили удовольствие, пока смотрели это видео. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, для того, чтобы не пропускать следующие ролики. Ну, а мы увидимся очень скоро. Всех целую и всем пока!